Сегодня мы разговариваем об ускорении созревания белых вин, точнее вин из белого винограда, путем перемещения их на солнечный свет. Расскажу наш реальный опыт. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградорству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Маленькое предисловие. Честно говоря, я думала этот ролик не снимать. Потому что изначально, когда я просто в бутылках понюхала вино, немножко попробовала, мне показалось, что я вино испортила, никакого особого результата моего воздействия не дали. И поэтому показывать нечего. Но буквально вчера мы уже налили в бокалы вино из двух бутылок. Попробовали, да, результат такой очень интересный. И им я хочу с вами поделиться. Итак, дано, смотрите, это одно и то же вино. Один и тот же сорт винограда. Одна и та же общая была бутыль, но одно из них я переместила на солнечный свет. Второе стояло в темноте. Значит, что нам говорит наука? А наука нам говорит о том, что белые вина, перемещенные зимой на солнечный свет, очень сильно ускоряют свое созревание. И буквально там за неделю, за 10 дней можно получить эффект старения, взросления вина, как примерно год-два. Значит, откуда я это взяла? Учебник Риберова Гайон «Теория и практика виноделий». Единственное, что я сейчас не вспомню, в каком конкретно из томов эта информация была. Также не могу пояснить, почему именно зимой. Но я думаю, что почему? Когда холодно, потому что температура, она тоже влияет сильно на созревание. То есть мы делаем только одно воздействие. Воздействие солнечным светом. Зимой у нас холодно, да, и поэтому воздействие будет только одно. Работает ли это с красными винами, тоже сказать не могу. Надо испытывать. Итак, это у нас вино из Антония Великого. Это урожай прошлого года. Некоторое время назад одну бутылку я переместила на холодную, неотапливаемую веранду. Уже на тот момент там температура была порядка 4-3 градусов, но потом даже легкий морозик. То есть на морозике оно тоже немножко постояло. Там где-то минус 1, минус 2. Оно не замерзало, да, но тем не менее оно было на холоде. И продержала я его в таком состоянии порядка 10 дней. Итак, что же у нас в итоге получается? Я специально наливала все в одинаковый бокал. Внешний вид у вина абсолютно идентичный. Но на самом деле эти вины очень сильно отличаются. В первую очередь по запаху. Значит, то вино, которое было на свету, оно, честно говоря, практически не пахнет. Собственно говоря, потому я изначально и думала, что показывать мне нечего. То вино, которое стояло в темноте, имеет яркий цветочный аромат. Сейчас мы еще их немножко взболтаем, да, пошевелим и понюхаем еще раз. Бокалы небольшие, конечно, мне даже надо было наливать сюда немножко меньше. Вот немножко у того экземпляра, который стоял на свету, какой-то такой легкий запах пробивается. Но все равно как-то его конкретно охарактеризовать сложно. Знаете, что это может быть? Вот то, что называют подлеском. Такой вот какой-то мшистый запах, запах хвои, запах леса. Но он не яркий, который вот прям перебивает, перебивает. А что-то такое отдаленное, если очень-очень глубоко внюхаться, да, тогда будет понятно, что это. Вот немножко у того экземпляра, который стоял на свету, какой-то такой легкий запах пробивается. Но все равно как-то его конкретно охарактеризовать сложно. Знаете, что это может быть? Вот то, что называют подлеском. Такой вот какой-то мшистый запах, запах хвои, запах леса. Но он не яркий, который вот прям перебивает, перебивает. А что-то такое отдаленное, если очень-очень глубоко внюхаться, да, тогда будет понятно, что это. Ну и теперь пробуем. Значит, смотрите, вот это вино у нас постарше, скажем так, а это помладше. Знаете, вот в чем самый прикол, скажем так, натуральных вин? То, что сегодня они не такие, как вчера. Вот, может быть, бокалы. Это бокалы небольшие, 400 мл. Вчера мы наливали это в бокалы побольше и другой формы. И вот то, что мы пробовали вчера, и то, что мы пробуем сегодня... Не, ну да, вы смотрите, все это стояло в пол-литровых бутылках. Соответственно, бутылки тоже постояли открытыми. Ну, пусть не в сутки, да, пусть меньше. Но, тем не менее, постояли открытыми. И сегодня результат такой немножко другой. В первую очередь, это два абсолютно разных вина. Ну, вот абсолютно-абсолютно. По запаху я уже говорила, да, что более молодое, вот у него такие цветочки поливые, у него какие-то леденцы проскакивают. А, ну, скажем так, у более старого это подлесок. И такое, ну, более закрытое, более зажатое. Что касается вкуса, вот по вкусу охарактеризовать очень сложно. Оно, знаете, оно хорошо и то, и другое. Но не настолько разные. Вот это вот, которое как бы более старое, с первого глотка пробуешь, и кажется, что все... Почему, опять же, я думала не показывать этот ролик. Я думала, что я передержала, но, грубо говоря, она уже умерла, она потеряла. Весь свой шарм, всю свою ароматику, и стала... Ну, просто водичка, да. Без вкуса и без аромата. Но когда пробуешь, то это комплексное, хорошее, интересное вино. Я пробовала, да, но, честно скажу, пробовала чуть-чуть с бутылки. Не делайте так. Так, хотите пробовать, наливайте в бокал, и чем он будет больше, тем лучше. Такая приятная кислинка, приятная хрустящая кислотность. Опять же, я всегда для новичков повторяю, что это не кислота. Это то, вот сколько у вас выделяются слюны в ответ на глоток, и это то, что придает напитку. Напитку свежий. Знаете, что, мне кажется, здесь появилось? Это грибы. Такой лесной, грибной тон. Но, понимаете, вот даже я, когда слушаю каких-то сомелье, каких-то винных критиков, и вот кто-то там рассказывает про грязные носки, да, про животный тон, про бензиновый тон, и всегда кажется, что, блин, как это вообще можно пить, да, и что это такое, или как соминьон блан характеризуется кошачьей мочой. Как, ну, блин, моча, да, и вино, как что-то не то. На самом деле, в большинстве своем эти ароматы вине, они очень тонкие, и поэтому они не дают отвращения. Они, ну, когда это явное отвращение, это явное отвращение. Здесь нет, здесь такой просто другая ароматика. Вот оно комплексное, оно круглое, оно какое-то такое интересное. Ну, и вот если именно прослеживать какие-то вкусовые такие оттенки, то это вот будут такие легкие грибы и такой лес после дождя, такой вот, когда пахнет озоном. Очень-очень интересный вкус. Вообще я так приятно удивлена. Второй экземпляр, да, который у нас не подвергался глубоким воздействиям, повторю, но прошлого года урожай у нас уже декабрь. Ну, здесь цветы и цитрусы. И что интересно, что если говорить по комплексности, смотрите, если бы я пила только это вино, я бы сказала, что оно хорошо сбалансированное, такое интересное, вот эти вот легкие, ну, вот и белых таких полевых цветов, чуть-чуть легкий цитрус. Я всегда рассказываю, что я имею в виду под этим. Мандаринку вы когда съели, через некоторое время во рту такое остается такая какая-то полумедовая нотка. Вы когда попробуете, поймете, о чем речь. Так вот, если пробовать чисто это вино, скажешь, классно, вкусно, супер. Если его сравнивать вот с этим, вот так вот изначально, то, наверное, вот это выигрывает по комплексности. На фоне него, несмотря на то, что там совершенно другая уже вкусовая палитра, реально другая, оно несколько выигрывает. И это потрясающе. Вот всем виноделам, начинающим, продолжающим, неважно, я просто советую поэкспериментировать. Не надо выносить там палеты, бутылок, да, вплоть до того, что в маленькие, какие-нибудь 250 мл. Налейте и попробуйте. Потому что тот эффект, который вы получите, это прям вау. Причем, смотрите, можно же сделать как. То есть я поставила и забыла. Ну, некогда. Я вообще на самом деле очень загружена, да. У меня маленький ребенок. У меня еще куча всяких-всяких дел, да, кроме слюнки, видео, кроме вина. Поэтому я вот поставила и забыла. Можно ведь понаблюдать и попробовать, например, через три дня, да, через там шесть дней, через десять. То есть можно вот так вот пробовать. с небольшой ступенькой и понимать, смотреть, как вино развивается. поверьте, это, ну, это того стоит. И для этого не надо каких-то огромных количеств. Тем более вот сейчас зима наступила, на балкон вынесли, да, оставили на несколько дней, посмотрели. Я говорю, поверьте, это того стоит. Вот вчера, когда мы открыли, ну, опять же, да, понюхал, ой, здесь пахнет, здесь не пахнет, ну, вот так, да, какая-то ерунда. Потом пробуешь и понимаешь, как-то очень интересно. Кстати, когда снимала ролик про созревание вина, я вам там говорила, что мы пробовали мерло разных урожаев. И вот тоже, там более возрастное вино, у него уже запах был не такой яркий, не такой ягодный, не такой фруктовый, но вкус очень интересный, то есть оно еще живое и сравнивать вот так вот, ну, обалденно, классно. Причем, смотрите, у нас с вами есть шикарный инструмент, да, ускорение, потому что ждать год, ждать два, ждать три, ну, это долго, ну, правда, да, и на это надо, ну, какие-то объемы, при этом нам надо сравнить. Вот таким способом, ну, 7, 10, 14 дней, да, мы можем прокрутить время, как человек из бульвара Капуцынов, да, а давай сделаем монтаж. Вот мы можем такой сделать монтаж и сравнить с исходным образцом, потому что интересно именно в сравнении. Я вам рассказывала, что я такую фишку делала с реформами, я такую фишку делала с Упага, реформу удивил, ну, я просто знаю его вкус, он, как говорится, вы ничем не спутаешь. С Упага мне не понравилось, но, опять же, вот, понимаете, если бы у меня был контрольный образец на тот момент, это было бы совсем другое. Вот здесь чем хорошо, что у меня есть два образца, один и второй, и каждое само по себе по отдельности, да, вот оно, оно классное, да, оно интересное. Но когда ты их сравниваешь и понимаешь, насколько может меняться ароматика, да, и вот как интересно, что вкус и запах, они не всегда идут между собой вместе. То есть, вот у более молодого, ну, такой интересный, цветочный, яркий аромат, а вкус, не, он классный, но по сравнению с другим, вот мне кажется, он проигрывает. Но опять же, смотрите, у нас вкусовые предпочтения разные, и восприятие вкуса у нас тоже разное. И таким вот способом, да, вы можете посмотреть, проверить и понимать потенциал вашего вина, понимать, что есть смысл его держать, либо нет. В каком состоянии оно вам больше нравится? В молодом, в условно-среднем, да, или в более возрастном. Потому что возраст для вина – это не всегда хорошо. В какой-то момент оно всё-таки старится и умирает. Важно остановиться вовремя. И вот благодаря такому ускорению, которое, кстати, от нас не требует никаких усилий и дополнительных ресурсов. Всё, что нам надо, белую бутылку выставить на свет. Всё. Больше ничего. Вот можно поиграться, да, и посмотреть. Реально опыт очень интересный. И повторю ещё раз, я всем рекомендую, попробуйте, посмотрите, как это. Потому что это работает. Вино реально изменяется. В какую сторону? Ну, это зависит от вина. Это реально зависит от вина, от сорта. Это многие в других параметрах, о которых мы с вами говорили. Но можно проследить вот эти изменения, опять же, понимать для себя, насколько они нам интересны, хороши, ну, либо нехороши. Если всё хорошо, классно, то представьте, какой у нас есть замечательный инструмент в плане воздействия на наше вина. Ну, вот это вот воздействие солнечного света, как я уже говорила, в литературе описано только для белых вин, да, и только для зимы. Почему так, я не знаю. В своём предположении я объяснила, а так оно или не так, но остаётся только догадываться. Риберогайон – это единственный учебник, где я такую информацию встретила. Можно ли использовать для красных вин? Науки – это неизвестно. Может, и известно, да, но она нам об этом не говорит. Если у меня будет такая возможность, я обязательно поэкспериментирую. И если будут какие-то интересные результаты, обязательно с вами поделюсь. Вам советую, рекомендую экспериментировать. Единственное, что используйте небольшие объёмы. Так что, если что-то пошло не так, ну, было не жалко, да. И если у вас будут хорошие, интересные результаты, конечно же, делитесь в комментариях. Надеюсь, ролик был вам интересен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Нажав кнопку «Ещё». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!